Volkswagen рассекретил троицу мощных хэтчбеков на базе новейшего гольфа восьмого поколения. У всех троих единый дизайн, главная доминанта которого – огромный воздухозаборник практически во весь передний бампер. А пять диодов на нём образуют противотуманную фару. Все машины могут похвастаться спортивными рулями, перерисованными приборами и с профилированными сидениями с фирменной клетчатой обивкой. Особая электронная система управляет имитацией блокировки дифференциала и опциональными адаптивными амортизаторами. Volkswagen поспешил раскрыть отдачу силовых установок, но не опубликовал динамические возможности машин. Также объявлено, что для всех исполнений доступен семиступенчатый преселективный робот. Впрочем, для бензинового гольфа GTI в пару к двухлитровому турбомотору можно заказать механическую коробку. У такой машины набалдажник рычага по традиции оформлен как мячик для гольфа. Ещё одна интересная деталь. Между фарами версии GTI растянулась полоска красного цвета. Эта же цветовая гамма соблюдена и в интерьере. У гольфа GTD диодная полоска и салон будут серыми. Двухлитровый дизель получил двойную систему впрыска мочевины, а внешне эта машина отличается двухствольным выхлопом по левую сторону бампера вместо патрубков, разнесённых по обоим углам. У гибридного гольфа GTI нюансы отделки синего цвета, а стволы выпускной системы спрятаны. На заднем бампере видна лишь имитация. И только гибрид отличается стандартным для гольфа клиренсом, хотя на двух других машинах подвеска занижена на полтора сантиметра. В продаже заряженные хэтчбеки появятся летом, а к концу года выйдет ещё более мощный полноприводный Golf R.